Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с парнем встречались полтора года. Хотели детей, но первая беременность закончилась выкидышем. Сейчас я беременна пять месяцев. Есть период отношений, мы периодически расставались. Несколько раз по моей инициативе. Последний раз я уехал из дома родителей парня первого ноябра. Парень обидел сына, уезжать от матери в мою квартиру не стал. У него отец умер в сентябре и бросать мать одну не хотел. В смс-переписке мы поздорили и с тех пор он больше не читает мои сообщения. С его мамой мы хорошо общаемся. Она хочет нас помирить, пригласила меня на днях к себе. Я поехала, но он узнав о моем приезде уехал из дома. С ее слов он работает круглыми сутками без выходных. Почти его не видят. Его мама пригласила меня жить в ее части дома до родов и после, сколько понадобится. Я согласилась, но бывший ответил матери, что категорически против этого. А ребенка ничего слышит и знать не хочет. Мне непонятно, как и всем нашим общим знакомым и его маме такое поведение. Он сам хотел детей, проявлял заботу, а после моего объезда как подменили. Мама, он сказал, что ему не нравится моя самостоятельность принятия решения, что я могу когда-то хочу уехать. Сам по себе он человек малообщительный и вытянуть из него слово сложно. Мне и нашему сыну он очень нужен, но как нам с ним поговорить и стоит ли? У него есть бывшая жена и сын 10 лет. Бывшая жена тоже 3 года назад уехала из этого дома и подали на развод. Я вот не очень понял, у вас еще один ребенок помимо беременности есть или как? В целом, мне кажется, что вам нужно для начала выработать отношение к тому, что мужчина не хочет, чтобы вы были самостоятельны. Вот, мне кажется, мне кажется так, потому что если вы к этому никак не будете относиться, то будет проблема. Вот, это первое, это первое. Второй момент, это то, что вы расставались и хотелось бы знать, ну, хотелось бы знать, да, из-за чего. Какие здесь у вас, ну, трудности, сложности и так далее, потому что... Совершенно очевидно, что конфликт есть, вот. Вот, но как-то вот не совсем сейчас очевидно, из-за чего он. Вот, это вот такой аспект. Далее, вы говорите, что он вам нужен, но почему-то вы тогда уехали из дома 1 ноября. Как вы сами пишете, как вы сами пишете. Вот, я опять же не совсем увидел. Понимаете, да? Как-то вот, на мой взгляд это, ну, не так очевидно с позиции, с позиции, ну, с моей позиции. Следующий момент, это то, что вы и мама, и знакомые, да, как будто бы выступаете одним фронтом против молодого человека. Поскольку молодой человек, судя по всему, достаточно упрямый, то подобный подход и подобная стратегия вряд ли делает вам какую-то серьезную погоду. Потому что вам бы, наоборот, с пониманием бы к этому относитесь, вот. Ну, и вот, в целом, вы говорите, вы пишете о том, что, значит, хотели детей, да. Весь период отношений вы расставались, то есть, как бы, ну, вот почему-то, почему-то вас, получается, не смущают факт того, что вы вот периодически расставались. Вы хотели очень сильно детей, ну, вот. Есть, конечно, и ряд нюансов, связанных с типом личности вашего молодого человека, вот. Я бы сейчас об этом, об этом говорить бы не стал, потому, ну, на мой взгляд, это не так, не так важно сейчас. Вот, но тем не менее, тем не менее, как бы, вам просто нужно эти нюансы учитывать, да. Учитывать, что человек упрямый, человек, кто, вот, много, как бы, в себе скрывает плюс, потеря отца тоже может быть травмой, вот. То есть, понимаете, вот такое ощущение, да, что вы сами не определились вообще со своей стратегией. То он вам нужен, то вы уезжаете, вот. Он вам нужен, но вы вздоритесь с ним, при этом вы же сами участвуете, как бы, в этом. Вот. Он вам нужен, он говорит, что ему не нужна самостоятельная женщина, не совсем понятно, как вы к этому относитесь, то есть, ну, готовы, не готовы. Понимаете, то есть, вам бы, здесь, вообще-то, вот, для начала разобраться в этих ситуациях, в своей собственной позиции, выработать отношения, не исходя из этого, уже решать, как вести себя с молодым человеком, вот. Понимаете, так же не понятно, что вы имеете в виду под мне и нашему сыну. Он нужен, как нам с ним поговорить. Если вы про ребёнка, которым вы беременны, но он никак не поговорит. Если вы про другого ребёнка, то вы о нём ничего не упоминаете. Вот. А если с десятилетним своим сыном мужчина не общается, он также не будет общаться и с вашим ребёнком, потому что опыт такой у него уже есть. Вот. Ну, я вот, честно говоря, пока остаётся больше вопросов, чем здесь ответов. Дальше. Стоит ли разговаривать? Очень классный вопрос, потому что это вам решать. Вам решать, стоит ли разговаривать? То есть, знаете, как бы... Я бы рекомендовал, конечно, исходить из своих чувств. То есть, вот. Я бы рекомендовал исходить из того, какие у вас чувства непосредственно к мужчине, и вот уже из этих чувств, как бы, с ним и говорить. Вот. Потому что, ну, вот. Ваш вопрос, да, он... В этом плане выглядит немного, ну, как мне кажется, странно. То есть, ну... Мы же не будем, да, за вас этот, ну, этот момент прочитать, правильно? А это было бы, наверное, ну, неправильно, как вы считаете? Вот. Поэтому, я думаю, что вам предстоит на этот вопрос ответить, ну, ответить самой себе. Вот. Кроме вас, ну, вряд ли, вряд ли кто-то знает. Эм... Ещё. Ответ на этот вопрос. Вот. Понимаете, да? Какая... Какая здесь штука. Вот. Поэтому... Как мне кажется, вам... Ну, вот. Довольно... Эм... 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 Нужно... Эм... Эм... Пообщаться... Эм... С... Психологом, да? Вот. Со специалистом, наверное, поговорить. Эм... 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 Чтобы... Лучше... Понимать... Эм... 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 Что вам нужно? Эм... Потому что... На мой взгляд... Эм... Сейчас... Вы... Ну... Вот... Вы путаетесь, условно говоря... Эм... Сами... Простите, но вы... Простите, но вы... Эм... Эм... Путаетесь сами свои позиции. Эм... Эм... И... Эм... 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 Ну, я бы сказал, что задача просто не решится, вот, понимаете, да? Какая штука. Вот такой ответ я бы мог вам дать с точки зрения психологии и психотерапии. Так же не совсем понятна ваша позиция здесь, то есть почему-то его мама как бы приглашает вас к себе домой. То есть, ну, почему, да, на каком основании она это делает, да, вы соглашаетесь. Для мужчины, я бы сказал, что такая позиция, она довольно легко просто перерастает как бы в кооперацию. Вот. То есть, ну, с точки зрения мужчины, вот такая позиция становится как бы, ну, проявлением неуважения, проявлением неуважения к себе. Вот. К сожалению. К сожалению большому. К сожалению. Вот. И это, ну, действительно может быть вот серьёзной проблемой для вас, как мне кажется. И даже если, условно говоря, даже если это не так, то имеется в виду, да, имеется в виду даже если нет никакой операции, то всё равно как бы желательно её избегать. Вот. Вот. Потому что таким образом вы просто, ну, вот, как бы отдаляете человека от себя. Ещё, ну, ещё больше. Вот. Я не думаю, что это то, чего, ну, то, чего вы хотите, то, чего вы хотите. Вот. По крайней мере, мне так, мне так не кажется. Вот. Понимаете, да? О чём я говорю. Вот. Ну и последнее, пожалуй, на что хотел бы сказать, на что хотел бы обратить вот ваше внимание. Вот. Это то, что когда вы говорите о том, что вам нужен мужчина, да? Вот. Вот. То важно, конечно, вот, понимать, из чего эта нужность, ну, как бы, произрастает. Вот. То есть, ну, ещё, откуда она берётся. Вот. Вот. я думаю, что, если, вот, вы сами не совсем понимаете, что, ну, откуда берётся потребность. Ну, я боюсь, что проблемы будут, ну, проблемы будут, вот. Буду постараться. Вот. Как мне кажется, по крайней мере. Вот. А вам сейчас, ну, совершенно очевидно, волноваться нельзя. Вот. Волноваться, волноваться нервничать вам нельзя. А вы себя, ну, вот, так скажем, подвергаете стрессу. Вот. А если вы боитесь, если у вас есть, вот, ну, страх какой-то, ну, например, страх того, допустим, что, ну, молодой человек, например, вас там, бросят и так далее, вот, допустим, то, конечно, с этим страхом нужно поработать, потому что вам это, ну, будет, вот, просто, ну, мешать. Вот. Я думаю, такой момент, вот, если общаться, вот, с, ну, мужчиной, так как вы общаетесь, то, на мой взгляд, лучше это делать, конечно, без страха. Вот. На этом всё. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я хотел бы пожелать вам удачи, хотел бы пожелать вам, ну, успешного решения данной ситуации, вот, и, конечно, если есть возможность, то лучше вам обратиться к психологу, для того, чтобы ситуацию рассмотреть, все более, ну, с более разных сторон, вот, чтобы вы, ну, как бы, ещё больше, да, вот, себе, себе не навредили, вот. Обращайтесь, пожалуйста, за помощью. Всего вам доброго. Спасибо.